же байбин прилетел вот я сегодня давал интервью говорят корреспонденту одного из украинских каналов велись и все завешено украинскими просто вся литва требует приема украины вот общественное мнение понятно она в данном случае вторично принимают решение представителей и так далее но солидарность очевидная и в общем некое такое давление создается определенную моральное давление на противников принятие украины над скорее всего этого не произойдет но все-таки на твой взгляд последнее заявление который делает байден которые делают ряд других участников саммита дает основанию что в качестве подслащающей пилюли будет нечто большее чем просто гарантии безопасности я кстати последним процитирую главу украинского министерства на самом деле дмитрий кулебу который заявил что украина не согласна гарантий безопасности как альтернативу почеркок альтернативу вступлению в нато гарантии безопасности прямая цитата должны рассматриваться не как альтернативу число на то как нечто заполняюще этот вакуум между настоящий момент момент вступление украины в нато это очень важная деталь которую мы не должны забывать расколу либо в интервью немецкой медиагруппе ард он добавил что понимает невозможно вступление украина на то в рамку при ближайшем саммита но говорит что мы полагаем что сейчас самое лучшее время для такого решения направить нам приглашение наступлением от нато мы не говорим о немедленно вступление это важный пункт сказал кулеба ну что твой прогноз и твои оценки марк суду прогнозировать сами разговоры безопасности гарантиях подразумевают то что никто принимать пока не собирается как бы до быстро потому что гарантия безопасности на промежуточный период предполагает что будет некий промежуточный период и наверное достаточно долгий правильно что значит долгий десятилетий но я не знаю десятилетия ли но явно не не две-три недели правильно раз понадобились официальные документы с гарантиями безопасности раз второе значит там будет три этапа основных первые там помощь вооружения военной техники здесь я жду позитив позитивных решений второй гарантии безопасности я жду здесь относительно позитивных решений по крайней мере будет произойдет некоторая конкретизация не все мы узнаем но часть выйдет в публичное пространство и в смысле политического решения наступление украины на то я не жду ничего сильно оптимистично так что два ведра воды будет теплыми одно холодно молодец но хорошо тогда вот смотри так а что реально подсластит эту пилюлю тем что не будут приняты решения потому что у кого из задачи подслащивать период я все все такая я просто пойду там и футбол четыре-вторых а когда с ними к и футболе приходов ряда может Venetan чтобы они делают и признаются а затем ювелие вы таки у меня не можете передостаточно а также я не говорю о том что я у него не не знаю без футболе не может стать внешним сменимым для футболе не то есть и там есть такой спорта даже нет я я это не знаю когда вам на месте стоит то ли это будут поставки вооружения то ли будут какие-то гарантии более ощутимы то ли в итоговом каменнике появятся какие-то даты может быть отдаленный но да какая-то конкретика что можно прогнозировать что вообще допустим в такой ситуации прогнозировать я скептик ты скептик то есть ты считаешь не ни на что не сдвинуться будет все то же самое что он заявлял украине другое дело что может быть димарш потому что уже в открытую печать попала несколько дней назад такие намеки литовской стороны что они могут не подписать итоговый саммит они они идут итоговую декларацию и название почему они его не подпишут если если не будет существенной помощи украине предоставлено в смысле не помощь а конкретики в деле вступления на то вот это будет димарш по моему за всю историю нато который не имел место а зачем это им надо они могут пойти на этот компромисс написать что это до 26 года украина будет принято например на могут они пойти посмотрим а могут не пойти а почему бы им и не пойти я не вижу не жду ничего хорошего после трех в этом смысле после трех заявлений байден о том что мы не готовы украины нужно реформы тогда поэтому давайте будем спокойными гарантия безопасности уже хорошо военно-техническая помощь военная очень хорошо и это хорошо конечно совет украина нато тоже хорошо постоянно действующего но ты полагаешь например например по оружию по самолетам по дальнобойной ракетам будет решен вопросы качестве компенсации компенсации или нет когда-то будет вопрос когда в общем не сейчас не сейчас хорошо давай тогда так рассмотрим вот с другого боку зайдем вот это достаточно жестковатая прямо скажем позиция байда не допускающие в общем вариантов она с чем связано они реально боятся реакции москвы или же с учетом не все которые ты в предыдущем эфире да и всего что с этим связанные с миссии бернса главы цру и так далее переговоры перемирие траля или же это все-таки ну какие-то внутренние процессы что но нет и все вот стандартам соответственно честно говоря сейчас условиях войны множество объяснений может быть начиная с того что ему хочется сыграть и на демократическое граду республиканцев и на америке и на консервативно-республиканской часть часть тех кто кто как бы боится толкнуть россию сторону китайцы и это один вариант второй вариант намекающий на то что штатам пора бы заняться внутренними делами кормить коррупционную украину миллиард десятка миллиардов долларов не не следует это не их война и так далее вся эта риторика байден и прочих из-за цели и не байдена вернее а трампа и и прочих изоляционистов просто отбирает электорат принимая компромиссные решения ну и понравится своему лекторату который говорит о том что да мы должны мешаться помочь там да как бы и так далее но тоже в то же время не должны доводить до там ядерной войны и прочее прочее ну вполне возможно руководить чисто предвыборной логикой благо что год-то вы год-то предвыборной скажем но уже скоро да ну интересно ну хорошо давай мы быстро пробежимся по фронту и перейдем дальше потому что масса новостей которые требуют обсуждения но хорошо канун саммита мы долго обсуждали есть ли шансы у контрнаступления идентифицироваться в канун саммита нато вильнюсе 11 12 июля но в общем и целом по-видимому не повлияло эта ситуация на некоторую интенсификацию на повышение динамики то есть ну в общем как бы сейчас ситуация стабильная как я понимаю на фронте так где нам динамика же определяется не сами там нато динамика определяется возможность тоже верно поэтому в данных конкретных условиях еще более идентифицировать да было бы чем даже в данных конкретных условиях понятно же мы не вводили большую часть наших сил и средств в бой но как бы а куда их вводить для этого должна радикально изменится начертание первой линии поля боя например образоваться прорыв который позволяет ввести средства в этот прорыв пока такой ну давай по линии фронт пробежимся все у нас появились новости открытые на том что уровень антоновского моста сохраняется лишь как там плацдарм вооруженных сил украины сил обороны противник безуспешно его пытается поломать не удается то есть там все-таки фактор умолчания два дня ничего не говорили вот за и заявили на и наша сторона раскидала карте видим кусочек да и злые языки подтвердили ну по-прежнему у нас борьба на пятихатке туда от лобкова по-прежнему борьба всем ее запорожском южном фронте не говорят ничего о существенном продвижении никто за сегодня то же самое авдеевка маренко в районе бахмута говорят как наши войска движутся несмотря на серьезное сопротивление противника и в районе клещеевка ведут наступательные действия наши войска пока там тоже с переменным успехом не просто все противник соответственно света еще основные усилия на удержание от этих объектов в районе южнее и севернее бахмутом там где наши войска движутся на верховке и так далее и особенно он пытается там изгаляться на с условно сватовско-лиманском сватовско-купинском направлении сегодня линия фронта без особых изменений значит это перемешающиеся действия там они контрата контрнаступательные действия тут мы видим контрнаступательные действия или наступательные только те же тенденции что и были до этого сегодня был обстрел города орехов запорожской области он при фронтовой погибло 7 человек за властная администрация заявила вечером всего несколько было раненых управляемая бомба по номерной ракета папа бабе бомба попала в пункт выдачи гуманитарной помощи секундочку убило 7 человек и много ранил фронт без особых изменений но прилеты там джанкой вроде куда прилетел или что там не там были были пуски были прилеты но это все же как это они докладывают чтобы сбила сбила да а мы узнаем реально чуть 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 позже как минимум спустя сутки двое поэтому рано какие результаты нам реально иногда знаем сразу иногда знаем не сразу поэтому пока пока не знаю ясно ну что ж тогда двинемся дальше но сегодня неожиданная новость продолжение всех наших обсуждений событий 24 июня якобы сначала liberacion французское издание написала что якобы опять же 1 июля встречался путин с командованием чего к вагнер и даже там возможно присутствовал пригожин и вдруг сегодня значит песков пресс-секретарь путина заявляет нет такая встреча прошла 29 июня то есть спустя буквально пять дней после всех этих известных событий 24 июня там присутствует три десятка совета командиров чего к вагнер три десятка лиц и якобы руководство чего к вагнер и сам пригожин тоже ну вот административную часть ты вообще веришь что именно пригожин присутствовал на этом свечи да но честно говоря это выглядит причем вот все мне сообщает буквально говорят что его поливают просто как ну я не знаю известно чего очень по звезде про его дочу и тогда то есть там все продолжается причем это продолжает сразу после 24 это безостановочно идет тогда какая в этом игра то есть зачем это путину при том что это все аттестовано как попытка мятежа что значит это все денежки и так далее зачем путин нет понятно почему встречаться вагнер это важнейшая фигура как это внутри политических российских раскладах да и внешнеполитических тоже и так просто ликвидировать не получается учитывая сколько значит получается боится или сколько денег приличных людей они держат у себя в том что и самого самого путин подозреваю второй момент но аппаратная борьба и византичин никуда не делась одни группировки бою с другими условиях войны и сокращающейся кормовой базы воюют смертель со смертельным исходом но путин же не может быть он выбрал как бы стареющий дряхлеющий акелла выбрал вариант скажем так компромиссный во всех отношениях деликатно он никого решительно не сдвинут с места то есть не ли не убран не убран герасимом не убран шагу из вагнером особо ничего не случилось хотя конечно некоторым желающим из правопохоронных органов там до российского он дает отрабатывать тему до какой-то степени позволяет чтобы вагнер тоже не зарывался но основные договоренности я так понимаю достигнуты отсюда возвращение наградного пистолета отсюда возвращение 10 миллиардов рублей за которым водитель приехал и все прочее прочее а с другой стороны формально обыск дома провели как бы то есть с одной стороны да с другой стороны все таки вот нет и так далее показывает слабость путина он не в состоянии безусловно это слабы слабые решения не разгромить не не как бы поставить на место ни одну не хуже говорить о разгроме и не громить вот что это гораздо хуже он на состоянии не разгромить не поставить на место ни одну из конфликтующих группировок шуль лучшим образом подчеркивает его слабость в деле именно балансировки клана вот единственное с кем он не встретился пока это семьи погибших летчиков которые его жопу защищали его режим да и погибли я бы я представляю но честно способностях российских российской публики широко особенно жен военных возмутиться я не очень уже верю судя потому что мы видим мы все-таки могли бы задать вопрос а как же так в теме кто нас убил наших мужей которые вас защищали вы встретились а с теми погибли защищая вас не встретить как как-то поэтому слабее такие у кота наш вы куда ему деваться а вот под дело в том что по теории и практике самое главное политическое любое компромиссное решение хуже крайне но это же история вся имеет продолжение продолжение заключается в том что на телеграм-канале вагнера сегодня вывесили заявление что все только начинается страшными большими буквами и там уже до горячей головы падай в обморок кричат шоу вагнар как приедет на фронт сейчас как вторница со всех самых неожиданных направлений как то да сё и тогда ли уже он себя покажет уже они там передоговорились и так и так далее ну посмотрим кто кто что покажет кто откуда в турнице а чё до этого не показывает показывали что положили 40000 как они сами заявляют под этим все это вот они хотят подбагнуть там реально наверное побольше наверно такое но это это я могу сказать с аппаратной точки зрения это действительно выглядит полнейшей глупостью потому что и сделал выбор в пользу институциональной части то есть ты признал иерархию непререкаемые значит да он плохой шоку да он плохой герасим все знают что они никакие но но ты держишь их сторону потому что это ты их назначил и любое подчинение какому-то вызову в их сторону это и вызов к тебе это ты же их назначен а ты так сказать вместо того чтобы держать линию твердо нет я сказал вот так ты как бы начинаешь суетиться зигзагами ездить но это очень странно посмотрим может быть это не более чем игра вокруг темы но это точно выглядит совершенно не уклюже потому что ну действительно зачем-то ты говорил что это мятеж и зачем предательство слова использовал тогда вообще клуб но в общем посмотрим что будет происходить двинемся тогда дальше есть еще вот какая тема но я думаю ты видел в краснодаре застрелен замначальника городского отдела по мобилизационной работе никто станислав форжицкий сообщает телеграм-канал и по данным смиржицкий отправился утром на пробежку его подкараулил около спорткомплекса олимп неизвестный который выстрел четыре раза спину и грудь ржицкому после чего скрылся вместо прыжать пострадавши скончался на месте возбуждено уголовное дело по статье убийство причем надо сказать что вот это станислав форжицкий был капитана второго ранга и командир подвод краснодар которую выпускала ракеты по территории украины и один из таких ударов по виннице закончил сам гибель девочки малюсенькой и так далее можно ли допустить что это оно то самое как тоже узнать ну может ты знаешь нам расскажи не знаю что сегодня не найдут этого стрелка что у них ну хорошо ладно поедем дальше давайте еще раз новость про обсудим есть такая что в нато впервые после окончания холодной войны согласовали планы об ответе на якобы возможную атаку россии преодолев блокировку эти план стороны турции передает агентство рейтерс со осылкой на трех дипломатов причем ну как бы понятно планы это планами но я почему зачитал новость продолжается как бы хвостом уже последствия передачи старших офицеров азова зеленского там такая знаешь управляемая истерика в кремле и пропаганде что мол вот нам поводили дали сглотнуть новых выражениях пас я пас я это не комментирую вот в таких выражениях я просто говорю что там туда куда надо это как надо восприняли то есть они поняли что им поводили по мягким тканям это было вполне конкретно это не какая-то случайность это не какая-то там ну ладно ничего страшно нет они поняли что это сделано специально назидательно причем предположительно что в купе со всеми остальными заявлением ходе визита зеленского в анкару похоже что это сделано специально чтобы показать кто в лавке хозяин то есть в районе этой части евразии это именно эрдоган закавказья бассейн черного моря и даже не пытайтесь думать что вы тут можете нам чего-то такое втыкать тем не менее эрдоган на твой взгляд что делает он пытается вернуться вернуть свое качество подвергнутая эрозии пекином по части миротворчества посредничество между москвой и киевом или же у него какие-то свои отдельные планы вот как бы ты это все в целом купе охарактеризовал ну российская рука кто там из представителей российского руководства заявили что турция нейтральной страны становится враждебным да никто зампредседателя и зам или комитета госдумы какой-то ну крендель какой-то непонятный шестерка но явно отражал читами да сказал правильно что-то хорошо сказал потому что они ничего так не способствует проигрышу гремлевского режима как врождающий из турции сейчас сегодня сегодня сейчас что касается эрдогана то он были политический игрок класса на 10 голов выше путин он с полным сочетанием для это восточной лести до восточного коварства долго запутывал путина свои дела россия тотально зависит внешне политически внешне экономически первую очередь сейчас от турецкого режима ну режима как бы от политики от правительства эрдогана скажет и турки не стесняются применять полный спектр воздействия от запутывания в персональные коррупционные схемы там до российских чиновников заканчивая бомбежкой например лагерей вагнера в ливии которое произошло там недельку назад вот и эрдоган последовательно вел ситуацию к тому что Путин зависит от него гораздо больше чем он от Путина неизмеримо больше поэтому они взвесили нашли Путина легким и когда он вышел и сказал что Украина достойна быть в НАТО вот тут-то я все в себе и понял я был очень занят но мне пришло на телеграм-канал заявление от эрдогана и я посмотрел и понял что да чаша весов качнулась эрдоган перестал играть в рано удаленность желание примирить и так далее но заявление что Украина и Турция обеспечат функционирование зернового коридора вне зависимости будет его поддерживать Кремль или нет и обеспечить безопасность турецкие вооруженные силы турецкий флот мы же понимаем как это насколько это серьезное заявление фактически турки сказали надо будет мы откроем огонь по авиации и кораблям Российской Федерации на секундочку Зерновым Музыка 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 Субтитры подогнал «Симон»